Я записываю все перестановки на четырех элементов. Их гораздо больше, потому что, когда я пишу на первое место элемент, то после этого, на самом деле, у меня есть три числа, а значит шесть вариантов. Я, естественно, пишу это, ну, собственно, тем же способом. То есть, господа, способ, который я применяю, называется лексикографическим. Теперь, слушайте, давайте я немножко полюбить. Я сейчас выпишу еще шесть штук и на этом остановлюсь в надежде, что вы дальше сами все поймете. Итак, 2, 1, 4, 3, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 3 и 2, 4, что там у нас? 3, 1. Да, так вот, ребята, понятно, что можно еще выпустить шесть штук и еще шесть штук и получится все 24 перестановки. Вопрос. А сколько всего? Сколько всего перестановок на n элементов? Ну, вот, знаменитое число. Так, и вами n триалов. Это произведение всех чисел от n до единицы. Объясняется это очень просто. Если я вписываю для четырех, то у меня четыре столбика, в каждом из которых столько же перестановок, сколько для трех. А для трех у меня три блока, в каждом из которых столько же, сколько для двух. А для двух у меня две. И в общем случае, когда у меня есть какой-нибудь элемент, 5, 5, n равно 5, n равно 5, n равно 5, то я сначала беру единичку и ставлю на любое из пяти мест, это 5+. После этого, фактически у меня основаны пять столбцев, да? После этого в этом столбце у меня фактически осталось выполнить перестановку на четырех элементах. Ну, а это мы уже знаем, 24 и так далее. Значит, n триалов. Все понятно? Все понятно? А теперь, господа, обратите внимание, что это за числа? Это числа, у которых все цифры, что? Какие все цифры? Разные. Согласны? То есть вот это, 122, 132, 213. Отнесемся к этому как к числам. Все цифры разные. Нормально, в принципе, это терпимо. Но, господа, иногда это не так уж и легко. Выпишу какую-нибудь перестановку. И попрошу вас назвать ту, которая сразу идет после нее, и ту, которая идет непосредственно перед ней. Ну, пусть перестановка будет, скажем, такая. Пять, шесть, три, четыре, два, один. Вот скажите, пожалуйста, сразу после нее, что мы напишем, если будем писать вот так, как я пишу? Пять, шесть, три, четыре, один, два. Один, два. Пять, шесть, три, четыре, один, два. Это правда. Только это не после, это до. Хорошо. Хорошо. А что после? Пять, шесть, три, четыре, один. Смотрите, господа, здесь мы уже полностью разобрались с цифрами четыре, два, один. Они стоят в обратном порядке. Поэтому, что поэтому? Четверка вот на этом месте уже была. Да, говорите. Пять, шесть, четыре, три, два. Пять, шесть, четыре. Три, два. Неверно. Один, два, три. Четыре. Один, два, три. Ну, заметьте, если вы программируете эти перестановки на компьютере, чтобы компьютер быстро шел к вам, то обнаруживается, что, ну, все-таки какой-то интеллект нужен. Нет, понятно, что она пишет программу, в общем, не слышит. Но здесь все-таки требуется не какой-то интеллект, чтобы понять, что вот непосредственно следующее, это не что-то такое здесь произошло, а это, ну, вот видите, да, вот здесь они стоят. То есть какая идея? Надо посмотреть хвостик, который идет в убывающем порядке. И понять, что вот здесь он идет, вот здесь идет хвостик в убывающем порядке, то, значит, вот перед ним, ну, все-таки некоторая хитрость нужна. И, кстати, вопрос, а можно ли придумать какой-нибудь способ нумерации перестановок, при котором будет легче? Ну, так, чтобы уж совсем было легко, на самом деле нельзя. Объясняю почему. Давайте возьмем какое-нибудь число, обычное, десятичное. 2017 год, когда мы с вами здесь сидим. Какое число предыдущее, какое число последующее? 2016-й был и 2018-й будет. То есть у нас изменяется последняя цифра. Замечательно. Теперь представьте себе, пройдет еще чуть-чуть времени. 2019-й сразу после 2018-го. Так что будет сразу после этого? 2020-й. Что произошло? Поменялась последняя цифра, и из-за этого поменялась предыдущая. Ну, а вообще бывают истории еще интереснее. Представьте себе. Понятно, что вы это не помните, но вообще-то когда-то был 1999-й год. А значит, после него был какой? 2000-й. 2000-й. Здесь вообще ужас. Здесь вообще ни одной цифры. Вообще все цифры другие. То есть, даже пользуясь привычной вам частичной системой счисления, вы на самом деле понимаете, что поиск следующего элемента и поиск предыдущего элемента это все-таки задача не такая уж очевидная. Но, с другой стороны, к такого рода сложности у всех не выкли, потому что календарем каждый день пользуемся, и, соответственно, давайте так, сделаем такую нумерацию для перестановок, чтобы трудности там были не вот такого типа, как они сейчас у нас для перестановок, а такого же типа, как глядящийся. Ребят, оказывается, это не так уж и сложно сделать. Вот, посмотрите, возьмем какую-нибудь перестановку, скажем, прямо вот эту, пять, шесть, три, четыре, два, один. И я сейчас ей сопоставлю следующий код. Вообще, это перестановка на шести элементах. Пятерка, это какой по номеру? Пятый. Пятый. Пятерка, это пятый по номеру. Отлично. А теперь смотрите, пятерку мы уже взяли. Шестерка из невзятых. Какая по номеру? Шестерка. Пятая. Из невзятых. Если считать, что пятерка ушла. Вот мысленно представьте себе, что у нас стоит такая вот очередь. И когда мы записали пять, то мы ее тут уже увидели. Все, тебя уже посчитали. Тебе уже не нужно. Осталось пять элементов, и из них шестерка пятая. Значит, будет пять. Отлично. Теперь тройка из невзятых. На каком месте? Пятая. Ну что? Пятая. Третья она. Тройка, конечно, третья. А четверка? Тройку убрали, значит, четверка третья. Так, а единичка? Первая. Первая, конечно. Единичка первая. А двойка? Первая, потому что единичку уже убрали. Да, отлично. Теперь проходим здесь. На самом деле все легко. Пятерка. Пятерка. Здесь пока еще совершенно без изменений, ребята. Три и три. А вот дальше? Что у нас дальше? Два. Два. Один. Отлично. Идем здесь. Пятерка, и шестерка, все понятно. И четверка тоже понятно. А вот дальше что идет? Третья. Единичка. Единичка. Дальше идет опять единичка. И дальше опять единичка. Вы выпишите такие коды, для всех их пристану. Себе втипать. А после ответа, чтобы даст неправильный ответ. И вы срабатываете. Поехали. Здесь все просто, да? Третья единичка. Здесь когда один-два, это один-один. Здесь два-один. Понятная причина, да? Между прочим, ребята, у всех вот этих вот желтых кодовых записей, на последнем месте всегда будет единица. По той простой причине, что в последний момент остается только одно число. Что такое один-два-три? А это очень просто. Это один-один-один. Дальше один-два-один. Дальше смотрите, что такое будет. Два-один-один. Так. Так. Я не знаю. Идеи понятны ли мне? Понятно. Смотрим теперь здесь. Два-два. Что дальше? Один, конечно. Дальше. Два-три. Ой-ой-ой, спасибо. Спасибо. Конечно, три. Три-один-один. И, наконец, здесь. Три-два-один. Три-два-один. Да. Еще первой числой первого числа года будет та же цифра, конечно. Первый числа. Первый числа. На первом месте, конечно, стоит первая цифра того, что перестановлено. Потому что еще ничего не изменилось. Да. И здесь стоят все варианты от одного до трех. Здесь все варианты от одного до двух. А здесь от одного до одного, то есть единицы. Ребята, тут будет дальше ровно так же. То есть, смотрите. Начинаем с последовательности всех единиц. После этого, что у нас? Один-один-два-один. После этого один-два-один-один. Пожалуйста, задумайтесь. Можешь ли выписывать желтые числа, не глядя на белые? Да. По возрастанию. Просто по возрастанию. Вот смотрите. Сейчас у меня пойдет один-два-два-один. Правда? Один-два-два-один. Дальше пойдет один-три-один-один. Один-три-два-один. И что произошло? Уже в этом месте дошел до максимума. Хорошо. Пошел сюда. Два-один-один-один. Дальше два-один-два-один. Пожалуйста, проверяйте меня. Два-два-один-один. Два-два-два-один. Два-три с единичками. Два-три-два-один. Проанализируйте, проверяйте все эти мои желтые записи. Сделали? Проверили? Да. Отлично. Теперь иду сюда. Гуля. Теперь иду сюда. Что у меня здесь будет? Три-один-один-один. Я не знаю, как вам кажется, а, по-моему, с желтыми числами писать легче. Да. Ну и теперь, наконец, с четвертой. Четверка и после этого все единицы. Четверка и что у нас там дальше? Четыре-два-два-две-единицы. Четыре-два-два-один. Четыре-три-один-один. Четыре-два-два-один. Ну вот. Таким образом, мы с вами предложили другой способ записи перестановки. То есть, вместо того, чтобы выписывать, какой элемент куда перейдет, и следить, что в строчке все числа разные, я пишу последовательность чисел, в которой, послушайте, что вы помните, в которой первое число от 1 до 1, второе от 1 до 1 минус единицы, третье от 1 до 1 минус двойки, и так далее, и так далее, последнее, н-е от 1 до 1.